Привет, рыбаки! Сегодня я расскажу, как поймать линя. Я не профессионал, конечно, в этом деле, можно сказать, новичок, но некоторые основы я уже усвоил. Первое, конечно, что надо сделать, это найти озеро, где линь вообще вводится. Конкретно на этом озере я был порядка 3-4 лет назад и отлично ловил линя и с женой, и с ребенком. То есть линь здесь точно есть. Второе, что необходимо, это проверить дно. У меня есть такая подводная камера, и с помощью ее я смотрю, есть ли растительность и какова ее плотность. Потому что если ковер растительности таков, что кормка падает в траву, то линь спокойно под травой ее уплетает. А когда вы начинаете ловить, кидаете наживку на траву, рыбу, конечно, никакой не поймаешь. А если посмотреть дно, если есть такая возможность, и выбрать тот момент, когда трава заканчивается или какое-то окошко более-менее плотное, и туда массово закормить, то рыба 100% подойдет, и мы ее точно поймаем. Поэтому сейчас я проверяю дно с помощью подводной камеры, которую я собрал своими руками, при помощи, конечно же, YouTube-канала Рыбалка Ньюз, есть такой канал. Конкретно в этом месте, недалеко от кувшинок, растительность довольно-таки плотная. Есть места, конечно, где можно разбросать прикормку, и рыба на нее должна подойти. Ну, в принципе, вот тут тоже очень неплохое место. Я думаю, что здесь и закормлю. То есть я беру ориентир эти кувшинки, начинаю мешать прикормку. Прикормку я сегодня буду использовать, мне посоветовали Trapper Guide River. Чем она мне нравилась и нравится? Тем, что однажды я его использовал, она крупнофракционная и, в принципе, на бесклёве другая рыба не ловилась, а линь все-таки попадался. Как говорят, крупную фракцию прикормки любит линь. Заодно и проверим, потому что здесь линь точно есть. Ну, с прикормкой все очень просто и сложно одновременно. Лучше иметь ведро, прикормку. Конечно, ведерко не очень большое, но сначала насыпаем в маленькое ведерко для того, чтобы ее смочить, перемешать и затем пропустить через сито уже в основное ведро. Консистенция должна быть плотная, чтобы прикормка опустилась на дно и уже на дне она бы расползлась по месту лова. Но еще дать надо постоять минут 15-20. Вы, кстати, подписывайтесь на мои видео, если вам интересно. И я думаю, что отдельное видео сделаю про то, как я здесь попытаюсь поймать щуку или окон. Увлажнив сухую, беру ведро, ставлю его, сито вернее, беру, ставлю на ведро и начинаю перетирать, чтобы влажная прикормка, определенное сечение сито провалилось, конечно же, в ведро, потом уже буду делать шарики и забрасывать. Закончил просеивание прикормки. Важно дать ей немножко набухнуть, впитать влагу, а дальше уже делать шарики и закармливать. Зная случаи, когда мои приятели ездят на водоемы, где точно есть крупные линии, но так как у нас нет возможности водоема находится в 150-200 километрах от того места, где мы живем, кормить 2-3 дня нам нереально. То есть мы закармливаем обычно вечером, а утром ловим. Результат, конечно, не очень. А местные жители, которые кормят 2-3 дня, за 3-4 часа вылавливают столько линий и таких размеров, что, конечно, зависть берет. Сегодня я закармливаю. Вечером с женой приеду, попробую уже половить линия. Обязательно поэтому смотрите видео до конца. Завтра с утра опять же с женой приедем ловить уже с утра. Это уже будет целенаправленная ловля. То есть уже, я надеюсь, линия подойдет. Потом вечером, если у меня будут силы, я поеду еще половлю. И с утра уже с приятелем, который приедет из города, прикормка настоялась. Размер шариков я предпочитаю большой для того, чтобы когда он опустится на дно, когда он размокнет, тогда большое пятно на дне, я считаю, привлекает гораздо эффективнее рыбу, чем очень много маленьких шариков. Но это мое субъективное, непрофессиональное мнение. Ну что, погнали! Все! Все, закорм окончен. Теперь вечером рыбалочка. Наступил вечер, полвосьмого. Место закормлено. Я приготовил еще ведро прикормки, потому что с утра с женой уже рванем сюда же. Сейчас добавил еще немного марципана. Якобы лень любит марципан. И сейчас буду понемножку закармливать. И, надеюсь, ловить рыбу. Снасти готовы. Ловить буду на кукурузу. Погнали! О, повел, повел. Это неплохо, неплохо. Вот, что-то побольше. Плотвичка, красноперка уже побольше. Ну, это уже нормально плотвинует. Размер растет. Но пока все не то. Ну, опять положил. Повел. Давай проверим. Ну, опять красноперка. Ну, еще больше. То есть, все время идем по возрастающей. Утро второго дня. Первый день, как ожидалось, на прикормку линии пришел. Сейчас сидим. Уже в компании молодой девушки. Жены. Попытаемся поймать оленя. Утро. Пять часов. Ловим на кукурузу. Пока нифига не клюет. Пока. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Утро второго дня Ноль Кроме вот такой вот фигни Будем ждать профессионала Вечером приедет Наверное надо будет сменить место Закормить и по новой Ловить линя Ну, Серега с прикормленного места Все-таки взял линя Ох, блин Маляк куда-то плывет Не зря Кормил Ну, второй уже Второй за сегодня Второй за сегодня За часик За часик На прикормленном месте Третий день Ох, красавчик Филошечка однозначно Филошечка точно должна быть Дима! Дима! Работает? Работает, прикормка работает Да Пора Пора и мне что-то взять Совсем слышит Крупничок? Да, да Давай, заводи Я вот там за ухо ходю Куда он ушел-то? Он сзади Пошел назад Сейчас еще за этот Давай она туда Перемещаемся Вот, потому что я боюсь, что Я вот заверегся за якорем Здесь ей видно лучше Сальто крутит Блин, Серега Третьего уже С моего прикормленного Всю теорию, блин Вложил Серега пришел, блин И на тебе Ну так что Под четким Руководством Руководством Блин, слушай Это какой-то, видимо, получше Думаешь? Да Пятера? Или Троечка 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 ушла Это совсем упирается Ну что, тут раздвинутся Ладно, потом Ну, где же ты Красавчик Покажи Сингель Читай Очкует Ну, там тоже Якорь, Сережа Приходит Еще один Филимона Ну, третий, блин Сережа, как твоя фамилия, блин, гад? Клюшки Ну, сколько там этот Что-то упирался Хорошо Да Вот так вот Люди ловят Сережин Результат сегодня таков Четыре линия Ты слишком тыкнул Вот они, красавчики Что, общий вес Какой у нас Общий вес Четыре и шесть Общий вес Четыре и шесть Четыре и семь Отлично Четыре и шесть Четыре и семь На четыре Каждый чуть больше Кило Ой, какие красивые Да На третий день Прикормка сработала Четыре линька В среднем Где-то Кило двести Ну, давай Аккуратненько Аккуратненько Вам самому не нырнуть Да Оп Первый пошел Красиво Завтра поймаем Молодцы Так, идите на то же место Да И зовите своих родителей Завтра встретимся Ну, хоть кто-нибудь холостом-то вельните Блин, лентяи Ну, они же ленивые Это же лень Вот этот такой, бойкий Бойкий? Ты его там ущипни за бок Большой такой Ущипни его за бок Активный Тоже лентяй Ну что, удачный дынок Отлично Если вам нравятся мои ролики Подписывайтесь обязательно на канал Ну и все Пока